Побеседуем с еще одним экспертом, послушаем еще одно мнение. На связи у нас Михаил Кузнецов, банк Риэтмо. Михаил, я вас приветствую. И хотелось бы узнать ваше мнение. Вот сегодня Федрезерв вечером заседает, объявляет о своем решении. Вот как вы думаете, какое-то влияние на валютные рынки окажет решение ФРС? Может быть, куда-то пойдет, может быть, доллар еще сможет укрепиться? Или какие-то другие будут движения на рынках? Доброго вечера вам. В первую очередь соглашусь с мнением в студии о том, что никаких кардинальных решений, скорее всего, Фед не примет и не сделает. Более того, он уже продемонстрировал свою консолидированную позицию вместе с другими центробанками мира, когда снизили стоимость долларовых свопов для рынка, тем самым облегчив и улучшив стоимость ликвидности для участников рынка. Поэтому сложно сказать, будут ли какие-то решения приняты. Скорее всего, нет. На рынки это действительно никак не повлияет. И сегодня рынки как раз-таки не могут найти те опорные точки, несмотря на выход каких-то статистических данных, куда же двигаться. То есть сейчас рынки пребывают в техническом затишье. Михаил, у меня еще один вопрос. Вот как вам кажется, на горизонте ближайших месяцев, вот лично, по моим ощущениям, ЕЦБ что-нибудь сделает в плане смягчения своей политики. Все-таки под напором, натиском рынков ЕЦБ все-таки, наверное, сдаст свои позиции. Начнут они печатать деньги, выкупать облигации. И евро, наверное, все-таки на этом фоне пойдет вниз. Это мои впечатления. Какие впечатления у вас есть по поводу политики ЕЦБ и ее влияния на евро? Накануне новогодних праздников, скорее всего, опять же, никаких решений уже не будет принято. Все решения, которые примут европарламентарии, скорее всего, но не ЕЦБ, будут приняты в начале следующего года. И, к сожалению, все-таки, на мой взгляд, кажется, ЕЦБ будет той последней инстанцией, которая будет, в общем-то, способствовать облегчению той долговой ситуации, которая сложилась в Европе. Но, в первую очередь, эта инициатива будет исходить от политических кругов Европы. Михаил, ну и последний вопрос по рублю. Вчера мы видели, что доллар-рубль на максимуме за два месяца. И многие говорят о том, что ввиду политической ситуации в России, рубль будет оставаться под давлением, с одной стороны. А, с другой стороны, Центральный банк будет делать все для того, чтобы рубль сильно не падал. Вот есть ли у вас ощущение, что Центральный банк уже как-то препятствует падению рубля и предпринимает какие-то меры? В данный момент не думаю, что Центробанк каким-то образом препятствует либо падению, либо способствует росту рубля. Снижение пары доллар-рубль произошло на фоне снижения корзины, в первую очередь, а также из-за технических, в общем-то, сопутствующих составляющих снижения пары евро-доллар. Так как евро по-прежнему находится под серьезным давлением в связи с негативной обстановкой в еврозоне, она может продолжить снижение, то и пара евро-доллар на фоне этого, так как и фондовые индексы, и товарно-сырьевые рынки на фоне замедления мировой экономики могут продолжить свое снижение, либо стагнацию. Здесь рубль может немножечко ослабить свои позиции, но не думаю, что здесь будет влиять очень сильно политика Центрального банка, так как никаких драматических событий в ближайшее время не предвидится, в общем-то, в экономике и в мире, и фактически рубль будет оставаться достаточно стабильной валютой. Спасибо, Михаил, за ваши комментарии. Михаил Кузнецов, Банк Ритма, был у нас на прямой связи, комментировал ситуацию по валютному рынку.